Здравствуйте, ребята, меня зовут Алексей Анатольевич. Я учитель физики, к слову, так как мы первые разведемся. Сегодня мы с вами поговорим, и вы уже узнали, что тема сегодняшняя беседа у нас существует, ли ложь во спасение. Я ее немножко извинил, или ложь во спасение. Для начала послушайте. Я выбрал в качестве эпиграфа в сегодняшней встрече слова «Ложь» пыталась лечить глаза в околотые правды. Я к этим словам к концу урока вернусь. А теперь внимание, бледно, хрупкий, 11-летний мальчик из раннего ножевого был вытащен вчера из подоблоков небольшого самолета, который разбился в воскресенье, в национальном парке. Мальчик провел в самолете на высоте 11 тысяч футов несколько суток. Он лежал в запутанный спальный мешок, на заднем сидении, завален снегом, ушевал полга, минусовая температура, как мои мамы и папы, первые его слова спасателя. С ней все в порядке. Спасатели не сказали мальчику, что его родители находятся буквально в нескольких сантиметрах от него, в соседнем кресле. Итак, ребята, вот такой фрагмент. Наверное, не очень такой приятный, да, на воскресенье? Скажите, пожалуйста, если тематика нашей следующей десерты «Ложь во имя спасения», вы в этом фрагменте увидели ложь? Да, да. Да, да. Юля. А вот то, что ему сказали, что родители живы. Ага. Ему сказали, что родители живы. То есть ложь увидели, естественно, все, да? Безусловно, безусловно. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что это было ложь во спасение? Да. Да. Так. Маша. Потому что человек не испугался, не паниковал. И да, было ложь во спасение. Извещание? Нет. Стоп, 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 не надо. Давайте я говорю, да так. У каждого свое мнение, не будем на лесах. Кто еще считает, что было ложь во спасение? Тишина. А кто не считает? Кто считает, что это была ложь во спасение? Нет. Так, ты считаешь, что это не была ложь во спасение? Почему? Ну, все равно, рано или поздно узнает, и ему будет хуже потом. А чем хуже? Ну, сначала эмоции были приятные, потом неприятные эмоции ощущаются более острые, чем были бы тогда. То есть в любом случае узнает, кто-то согласится, и мы как бы у тебя в игре не быть. Кто-то согласится, и мы с ним согласны. Итак, вот вы разделились на две группы, кто-то считает, что было ложь во спасение, а кто-то нет. А теперь давайте поставим себя на место спасателя. Вы спасатели. Вы спасатели. Как бы вы себя повели? Что бы вы сказали этому ребенку? Пауза, секунды, десять секунд. Подумайте, не спешите. Это ответственный шаг. Может быть, самый ответственный в жизни этого спасателя. Хотя он просто и она. Алексей, как было сегодня? Сказал бы, что живы. Потому что тогда мальчик бы не потерял надежды, чтобы его спасли. То есть он обрел бы. Услышал твою точку зрения. Еще. Еще кто хочет рассказаться? Не бойтесь, ребята, не понимаете? У вас, перед нами ситуация, ему было бы еще хуже, так как он только что в самолете потерпел окружение. И он в стрессовой ситуации находится. А добить ребенка тем, что у него родители только что умерли, это... Это... Другие мнения есть? Хорошо. Теперь извините меня за вами, извините. А если бы вы сидели в этом, короче, извините. Можете не представлять, если не хотите. Как бы вы считали, вам должны были заугать? То есть к вам спасатель подошел, вы спасили. Как? Ну, я бы хотела, наверное, чтобы мне сказали правду. Ты захотелся. Еще какие мнения? Жень. Лучше сразу стоит. Лучше сразу правду. Я не буду снова задавать вопрос, была ли это ложь о спасении. Думаю, каждый для себя ответ дал сам. Ну, пойдем дальше. Другой пример. Ребенок разбил газу. Отличился. И сказал, что это сделала собака. Так как знает, что родитель собаку не накажет. Элементарный готовый пример. Так ведь? Да. Безусловно, элементарный. Скажите, здесь есть ложь? Да. Да. Воспасение? Нет. Воспасение себя. Воспасение себя. Как такую ложь, воспасение себя, можно назвать? Тебя не накажут. Тебя не накажут. А ложь как такую называют? Нет. Что ты сделал? Соврал. Соврал. А почему соврал? Эгоист. Эгоист. А еще почему соврал, может быть? Потому что боишься наказания. Боишься наказания. А тот, кто боится? Трус. 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 В данном случае это не ложь. Это? Трусость. 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 Итак, смотрите. Два случая. Сравнивать почти нельзя. Но все-таки. Перейдем к гране. Сравниваем. В одном случае вы сказали ложь о спасении. Потом, может быть, кто-то поменял мнение. А потом сказали, нет, не ложь. Трусость. А чем отличаются? И там, и там ложь. Ну, как в более серьезной ситуации, может быть. Так, в более серьезной ситуации еще. Чем отличаются? Подумайте. И там, и там была ложь. Сто процентов. Он залгал. Ну, я вот сравниваю и сказал, через грань перешел, когда сравниваю. Здесь он кого защищал? Себя. А там? Не себя. Не себя. Итак, вышло спасение. Как правило, это какая ложь? Во спасение кого? Другого. Другого. Как правило, но не всегда. Но не всегда. Скажите, а вы можете привести примеры о лжем спасении? Ну, подумайте, даю секунду. Ложь о спасении. Именно себя. Хорошо, ложь о себе. Я потом определил, была ли это ложь о спасении себя. Жень, не бойся. Хорошо. Примеры лжи. Вы когда-нибудь берете, обманываете. Да. Хорошо. Например. Нет, ну не в таких критических ситуациях. Ну, просто, я бы там, а я забуду. Ну, да. Ну, допустим, там спросили, ты убрался. Как бы, скажи, говоришь, что да, на самом деле нет. Ага. Соня, у тебя была такая ситуация? Нет. Нет, не говоришь, Даша. Даша. Ну, бывало. Например. Ну, например, ну такая же ситуация, что по домашнему заданию. По домашнему заданию боишься сказать, что... А, то есть не хочешь его делать. Хорошо. Была такая ситуация. Ну, например, твоя подруга встречается с парнем. А ее парень... Таина встречается с другой. Ага. И что делать? Сказать или не сказать подруге, задеть ее чувство или нет. Ага. Вот смотрите, давайте тогда аранжируем. Первый два случая, два примера. Первый. Мальчишки приводили примеры. Девчата. Это была ложь во спасение? Как вы такую ложь назвали? Ребята, когда вы так делаете, обманываете родителей, это не ложь во спасение. Даже и к лжи уже относить не надо. Трусость. Вы в себе воспитываете трусость. Плохо, хорошо, принимаем как есть, да? А вот твой пример. Давайте порассуждаем. Была ли здесь ложь во спасение? Еще раз. Напомни. Не надо, напоминаю хорошо. Все услышали. Девчата, давайте вы. Вам обычно такие дела интереснее. А мальчишки послушают и оценят. А может, наоборот, мальчишки должны... Хорошо, мальчишки. Мы делаем мяч, сейчас мяч пронесем. Так. Юля, так. Ты считаешь? Ну, ложь была, да? Ну, я считаю, надо было сказать правду. Был ли это ложь с твоей точки зрения во спасение? Во спасение какого парня? Зачем прикрывать парня, если тебе подруга дороже? Другая точка зрения есть? Ну, здесь уже как бы не знаешь сказать, потому что все равно чувства тебя же терзают. То есть... То ли я сейчас совру, то ли лучше не сказать, и пусть... И подругу подруги, да? Хорошо, смотрите. Мы сейчас поняли, что есть вот эта вот граница между ложью и ложью во спасение, и она не очень четкая. И провести четкую линию очень и очень сложно, трудно, иногда практически неразможно. А еще пример. А еще. Когда точно ложь во спасение. Подсказать? Да. А с вами? Великая Отечественная война. Великая Отечественная война. Великая Отечественная война. С точки зрения. Да. Согласны все? Да. Да. Да, безусловно. Еще пример. Больной человек? Смертельно больной? Возможно? Онководия, да? Пример сможешь провести? Ну, сказать, что он... Решится сказать, что он больной, раком или нет, да? Периотет у головы или нет. И еще раз говорю. Найти. Глав очень сложно. И хочу в конце, вообще-то сейчас подойти к итогу. Каждый из вас в конечном счете должен понимать, что переходить эту границу, находить эту границу, придется каждому из вас. В любом случае, такая ложь в вашей жизни будет. И каждый будет для себя принимать свое решение. А теперь давайте вернемся к высказыванию, которое я в начале урока прочитал. Ложь пыталась лечить глаза, проколотые правдой. Ложь пыталась лечить глаза, проколотые правдой. Сложно. Как думаете, так говорите. У вас мысли возникают в любом случае. Не бойтесь ошибаться. Ну ты, может быть, уже знал правду в этой ситуации, а тебе, например, другие люди, мы пытались говорить совсем другое. Ага, так, так, поняла, еще кто как ходит. Ребята, вот высказывайте свои мысли, не ошибается тот, кто ничего не делает. Ну, ложь, она в этом моменте, она оттягивала, ну, то есть, какую-то отсрочку давала правде. Ну, потом все, ну, же правда выходит наружу. Лечить это не спасать. Хорошо, еще мнение. Ну, правда всегда знала. Правда всегда, в конечном итоге, страшнее, страшнее, еще. Правда всегда всплывает. Правда в конечном итоге всегда всплывает. А вот в каком моменте она всплывает, зависит в том числе и от вас. На этом я позволю с вами все рассмотреть. Закончить, я не знаю, сколько прошло до этого, я так потихоньку воскресняю вопрос. Да, у вас какие-то вопросы будут? Будут? Нет. Ну что, я хочу к концу сказать. Вообще общество признает, что такие ситуации, как ложь во спасение, когда использование обмана отравданных существует. Конечно, существуют. И большее число людей с этими ситуациями всегда соглашается. Большее число. Вот помните мой первый вопрос. Я спросил, вы сказали, да, есть, да, надо. Но, по большому счету, я убежден в том, что зависимости от ситуации будет лучше, если каждый из вас решение дарит. Все у меня на этом. Большое спасибо. Спасибо.